В Ак-Тубе огласили приговор по делу о гибели 52 пассажиров автобуса. Виновными признаны пять подсудимых. Это водители, механик и учредитель компании. Троим водителям суд назначил по пять лишения свободы и на семь лет лишил их права управлять автомобилем. Механика и учредителя лишили свободы на три с половиной года. Их взяли под стражу прямо в зале суда. Родственникам погибшим, которые подали иск на возмещение морального вреда, суд постановил выплатить по два миллиона тенге каждому. Напомню, трагедия произошла 18 января этого года в Иргийском районе на трассе международного значения. 52 жителя республики Узбекистан направлялись на заработки в российский город Казань. По пути автобус сломался, пассажиры обогревались паяльной лампой. Она и стала причиной трагедии. Люди сгорели заживо. Приговор не вступил в законную силу. Пердебаев Бахадир Исхакович. Механика Пердебаева Бахадира Исхаковича признать виновным по статье номер 348 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года из шесть месяцев. Местом наказания определить колонию с низким уровнем безопасности. Также на пять лет запретить ему заниматься деятельностью, связанной с проверкой технического состояния автотранспорта и перевозкой пассажиров. Пердебаева заключить по стражу в зале суда. Смытую паводком дамбу в селе Переметное в Западно-Казахстанской области восстановит. Напомню, в апреле этого года паводковые воды разрушили дамбу на реке Дзеркул в Зеленовском районе. Построили объект в прошлом году для накопления талых вод. Тогда проект обошелся в 35 миллионов тенге. Дамба прослужила менее года. По словам руководителя управления строительства области, техническим обследованием установлена причина – некорректно разработанный проект сооружения. В связи с этим подан иск в суд в отношении подрядной компании, проектной организации, а также авторского и технического надзора. Суд решит, кто возместит ущерб государству. Восстанавливать на этом же месте ту же самую же дамбу представляет угрозу, опять же, смывая его в весенний паводковый период. В связи с этим на сегодняшний день мы рассматриваем новое проектное решение. Рядом, возможно, это будет в другом месте. Возможно, необходимо будет более мощная дамба. Прокуроры Мангистауской области выявили в Бенеусском районе нарушения в сфере формирования тарифов на тепло и электроэнергии.